В региональном пенсионном фонде пока все по-прежнему. Тем, кому нужно оформить страховое свидетельство с номером СНИЛС, проходит абсолютно ту же процедуру. Анастасия Стерхова пришла получать СНИЛС взамен утерянного. Документ нужный, без него не может устроиться на новую работу. Да и вообще, без СНИЛС получить услуги в любых госучреждениях практически невозможно. Всегда, когда прихожу в больницу, тогда обязательно. И когда на госуслугах прохождила регистрацию, получала недавно загранпаспорт, тоже понадобился СНИЛС. Сегодня Анастасия получила традиционную ламинированную зеленую карточку. Но вскоре вместо нее будут распечатывать просто справку. Форма еще не утверждена. В пенсионном фонде говорят, что переходный период займет три месяца. До этого будут по-прежнему выдавать свидетельство старого образца. В этой справке ничего не меняется. Информация будет та же самая, что и в ламинированном СНИЛСе. Единственное, что вот сейчас становится более важным номер СНИЛСа, это 11 знаков, которые он содержит. И теперь, например, при трудоустройстве на работу достаточно будет сказать только номер СНИЛСа, не обязательно его предъявлять лично. По сути, вместо ламинированного полюса будет присваиваться электронный номер. И вся информация о гражданине будет храниться в электронном каталоге. В будущем, к примеру, при рождении ребенка не надо будет лично идти со свидетельствами ЗАГСа в пенсионный фонд, чтобы малышу присвоили постоянный страховой номер. Это будет сделано автоматически. Или, например, при смене фамилии. Также не надо будет идти в ПФР лично. Информация от МВД поступит также в режиме онлайн. Справку, подтверждающую получение электронного номера, можно будет получить как в отделениях ПФР, так и в МФЦ. Сейчас, значит, в связи с переходом на новую форму, они будут получать, мне кажется, более оперативнее, быстрее. Потому что это будет и на бумажном носителе, и в электронном. То есть через МФЦ, мне кажется, там еще будет проще, через портал госуслуг получить гораздо будет проще и быстрее. В пенсионном фонде обращают внимание на то, что привычный ламинированный СНИЛС свою силу не утратит. И менять его не надо. Альбина Валикжанина, Илья Дериндяев. Новости.